Музыка 28 июля день крещения Руси и нет в истории нашей страны более значимой вихи. На государственном уровне праздник начал отмечаться в Российской империи в 1888 году. В СССР масштабные мероприятия, связанные с тысячелетием крещения Руси, прошли в 1988 году. Принятие христианства для Руси в 1988 году способствовало быстрому укреплению государственных институтов, духовному объединению и освещению системы общественных отношений. Восточные славяне в X-XI веке нуждались в объединении. Языческая Русь была хаотичной совокупностью различных верований и культов. Люди были разобщены и на бытовом элементарном уровне. Об общественной нравственности, общих ценностях говорить в языческой стране не приходилось. Между тем стремление вырваться из-под угнетающего воздействия одиночества среди редко населенных лесов, болот и степей, страх покинутости, боязнь грозных явлений природы заставляли людей искать объединение. Князь Владимир, который управлял тем княжеством, стремился к объединению племен. То есть тех племен, тех народов, родонародностей, которые жили в то время на той территории, которую мы затем назвали Русью. И одна из самых мощнейших сил, которая может объединить людей, это, безусловно, является вера, религия. Сам он искал веры, искал ее, прежде всего, конечно же, в языческих культах. Но со временем он обратился именно к христианству. Даже есть предание такое, что к князю Владимиру приходили различные люди из различных вер, так называемые испытания веры, выбор веры, совершенный князем Владимиром. И этот выбор пал в пользу именно христианства, которое пришло к нам из Восточной Римской империи, которые затем назвали Византией. И, собственно говоря, таким образом православие попадает на нашу русскую почву, на Древнюю Русь. Христианство должно было выступить как объединяющее начало, включающее Русь в состав Европы. Могущество Византии X века достигло своей наибольшей силы. Конечно же, в этом был и политический смысл, потому что это было некое единение с Византийской империей. А Византийская империя на тот момент была, наверное, самое передовое государство в цивилизованном мире. Согласно древним документам, Владимир Святославович, выбирая религию для Руси, посылает в Византию своих послов. Их поразила до глубины души торжественность православной службы, красота и величие византийских храмов. В 988 году по приказу князя Владимира на холме в Киеве были опрокинуты языческие идолы во главе с Перуном. А на следующее утро Владимир приказал всем киевлянам явиться к реке и принять крещение. Христианство стало духовным очищением для языческого общества, где царили в то время обычаи жертвоприношений, в том числе человеческих. Христианство сокрушило эти языческие культы. То есть, как мы понимаем, что уход от жертвоприношений кровавых, а тем более человеческих жертвоприношений, это безусловное возрождение, духовное возрождение народа. Возвращение, так сказать, или вернее уход от тьмы к свету. Большое влияние оказало принятие христианства на общественную мораль, в том числе в сфере семейных отношений. На Руси тогда было распространено многоженство. И сам князь Владимир, в общем-то, был таким многоженством, такой показательный пример. Как некоторые говорят, у него даже был свой гарем. Так вот, по принятию христианства на ООН, отодвинул, безусловно, ушел от этого падения и принял настоящие христианские моральные ценности, в том числе и семейные ценности. Важной христианской добродетелью с точки зрения Владимира было милосердие богатых по отношению к бедным и убогим. Как мы видим из летописи, например, что у князя Владимира в традиции было устроение перов. Устроение перов, хотя, наверное, это пришло еще из язычества. Но, тем не менее, они были облагорожены именно христианским смыслом. И на этих перах, в том числе, приглашались люди неимущие, также и они там, соответственно, могли напитать себя. Также было распространено, когда развозили, раздавали еду, то есть по как раз таким людям, которые не имели возможности сами заработать себе на жизнь. Были дома, в которых могли себе найти пристанище люди неустроенные в этой жизни. Ну а затем, действительно, что вместе с принятием христианства церковная благотворительность получила широкий размах у нас на Руси. И, безусловно, до сих пор эта традиция не только продолжается, но еще и приумножается. Влияла церковь и на усиление единства Руси. Она выступала против междоусобиц. Церковные деятели не раз выполняли роль миротворцев в княжеских распрях. Последующая история нам показала, что именно вера Христова позволила нашему народу, да и тем народам, которые наполняли собой территорию нашей отчизны, позволили им действительно объединиться именно в русле православной веры. И, безусловно, христианство в этом сыграло объединительную роль. Принятие христианства способствовало широкому распространению на Руси грамотности. С приходом христианства на Русь пришла и главная книга – Святое Евангелие. При церквах и монастырях появились школы и библиотеки. Здесь же трудились первые русские летописцы, переписчики, переводчики. Живопись, музыка в значительной мере, архитектура, почти вся литература в Древней Руси находилась в орбите христианской мысли и христианских тем. Вместе с принятием христианства, кстати, на Русь пришло и каменное зодчество. Потому что, допустим, на Руси у нас не было именно каменного строительства. Так как в Византии каменное зодчество, во-первых, это предполагало другой уровень и архитектурного искусства, то есть другой уровень абсолютно науки, такого мышления, и строительного в том числе мышления. Поэтому такие, если можно так современным языком сказать, передовые технологии, в том числе строительные, пришли на нашу Русь именно с принятием христианства. И первые каменные строения в Киеве – это были каменные церкви. Христианство сразу же выступило на Руси в виде высокоорганизованной религии с высокой культурой. Однако судьба России и история христианства в нашей стране имеет немало трагических страниц. Это в том числе 70 лет уничтожения храмов и духовенства как класса. 1917 года и тогда произошли действительно гонения на православных людей, просто на верующих людей, ну, наверное, сравнимые с гонением во времена Римской империи, во времена первых веков христианства. Им действительно было явлено много новомучеников церкви русской, память которых мы всегда молитвенно отмечаем и молитвенно к ним обращаемся. Сегодня восстановлены и заново отстроены многие разрушенные храмы, возрождены учебные факультативы по основам православия, открываются приходские школы, воспитание подрастающего поколения христианские ценности становится основой и опорой для будущей взрослой жизни. Как говорит нам сам Господь Иисус Христос, что «я победил мир, не бойся малое стадо, ибо я победил мир». И Церковь Христова, она как переживала, так и переживет многие-многие нападения на нее. Есть такое выражение из Писания, что «брата Адова ее не одолеют». Пушкин так сказал о христианстве, «История новейшая есть история христианства, имея в виду прежде всего историю культуры, учитывая то, что принятие христианства на Древней Руси стало новым витком в становлении и развитии нашей страны и российского общества с его психологией, моралью и духовными ценностями». Редактор субтитров А.Семкин